Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время» об основных событиях в городе и районе. В студии Юлия Речет. Сегодня в выпуске. Звонят? Не открывайте дверь. Сотрудники пенсионного фонда подтверждают, под них могут маскироваться мошенники. Официально вам заявляю от имени пенсионного фонда, что сотрудники пенсионного фонда не осуществляют обход квартир. Сигнал бизнесу. Районные власти планируют рост экономического потенциала Солнечногории. Глава поставил задачу, что мы в Солнечногорском муниципальном районе должны создать несколько точек роста. Создадим Солнечногорский Арбат вместе. Жителей приглашают к участию в разработке проекта пешеходных зон. Возможно, какие-то скульптуры, возможно, какие-то памятники, возможно, какие-то ротонды, возможно, какие-то скамейки, возможно, замена уличного освещения на, соответственно, более красивый. Об этом и другом в течение ближайших 30 минут. И теперь подробности. Мы начинаем с тревожной информации. Она касается пенсионеров. Им следует быть внимательными и осторожными. На подъездах домов по всему городу появляются вот такие объявления. В них говорится, что по квартирам будут ходить представители пенсионного фонда и выдавать новые договора. Будьте внимательны. Скорее всего, это работа мошенников. В Главном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации нам сообщили, что прием граждан осуществляется только в территориальных органах Пенсионного фонда. Официально вам заявляю от имени Пенсионного фонда, что сотрудники Пенсионного фонда не осуществляют обход квартир. Если вышло так, что вы уже подписали какие-то документы, убедительная просьба обратиться в Пенсионный фонд за консультацией. Есть телефон горячей линии 8495-994-1097, по которому вы можете узнать, исчерпывающую информацию по любым вопросам, которые вас интересуют в сфере пенсионного обеспечения. Будьте внимательны. Не пускайте к себе в дом посторонних людей. Кем бы они ни представлялись, проверяйте их документы. Не подписывайте договоры, смысл которой вам не ясен. Помните, ваша безопасность в ваших руках. Дмитрий Щетинин, Екатерина Кузнецова, Антон Яценко, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 20 февраля в Солнечногорске прошел рейд по пресечению деятельности таксистов-нелегалов. Мероприятие проводилось с сотрудниками районной госавтоинспекции совместно с 1-м батальоном ДПС ГИБДД «Северный» и областным министерством транспорта. Из признаков такси только желтый фонарь. Нет ни разрешения на оказание услуг по перевозке людей, ни соответствующего обозначения на боковине кузова в виде черных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Первые же задержаны сотрудниками ГИБДД классический бомбин. Этот и другие нарушители в процессе рейда выявлены методом контрольной закупки. Условный пассажир из числа проверяющих заказывает такси, прибыв на место назначения, расплатившись, неожиданно для водителя представляется сотрудником госструктуры. После этого начинается проверка наличия у водителя разрешения на перевозку пассажиров и других документов. Материалы сегодня у нас уже ближе к обеду будут направлены в органы суда для решения вопроса о назначении административного наказания в виде штрафа. В избежании проблем с правоохранительными органами госавтоинспектора советуют водителям такси всегда иметь при себе необходимые документы и так называемым бомбилам прекратить правоправные действия. Какие необходимые документы в первую очередь для водителя такси? Это же конечно водительские удостоверения с открытой разрешающейся категорией, документы удостоверяющие право собственности данным транспортным средством, свидетельство регистрации или паспорт транспортного средства, страховой полис ОСАГО. И одно из самых важных, что у него должно быть с собой, это свидетельство на право предоставлять такие услуги по перевозке пассажиров. По данным областного министерства транспорта, очень часто такси не оборудованы соответствующим образом. Приходят жалобы в части нелегальной такси, легальной такси, что машины в неисправном состоянии находятся. Не имеют внутреннего и внешнего оформления. Этих жалоб очень много. Поэтому в связи с чем необходимо все-таки в соответствии с законом все это получать. По итогам рейда выявлено 14 нарушителей, которые будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законом. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг несанкционированной свалки в деревне Лыткино. Напомним, на прошлой неделе жители деревни сообщили в нашу редакцию о том, что в район Лыткино свозят мусор. Люди предположили, что это начало происходить после закрытия полигона ТБУ в Хметьеве. Наш репортаж об этом, похоже, активизировал надзорные органы. О принятых ими мерах в сегодняшнем материале. После того, как наш репортаж о несанкционированной свалке в Лыткино вышел в эфир, выяснилось, что сотрудники Госадмодехнадзора Московской области уже посетили иротобъект. Они установили, что предприниматель Георгий Лобко арендовал на территории бывшего питомника Академии медицинских наук площадь, на которой и организовал свалку отходов. По результатам осмотра был составлен акт, а 19 февраля предпринимателю вручили предписание устранить данную свалку в течение месяца. Данное правонарушение определяет ответственность согласно закону 161.2005 ОЗ о Государственном административно-техническом надзоре в сфере благоустройства, содержания объектов, производства работ на территории Московской области. В данном случае уже ответственность не избежать. Протокол составлен, который определяет порядок нарушения, и наказание уже неизбежно. Мы решили выяснить, как сейчас обстоят дела в деревне Лыткино. Вы не подскажете, машина с мусором ездит или уже нет? Нет, сейчас нет. Нет, нет, что говорить, конечно. А отсюда машина с мусором не уезжает, не убирает там, ничего не знаете еще? Не видится. Сейчас пойдем проверять. Ну, вы же там были, нас уже охрана оттуда выпроваживала. Да, 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 молодцы, помогайте нам, помогайте нам, пожалуйста, ребята. Но на месте свалки нас ждала все та же картина. Из существенных перемен в глаза бросился лишь старый ржавый трактор и механик, который настойчиво пытался завести его. Уже через месяц на этом месте свалки быть не должно, а работы по расчистке мусора еще не начались. Оставив механикой наедине с непокорной машиной, мы решили выяснить, как можно свести к минимуму самовозможное возникновение таких свалок. Считаю только совместными действиями, совместными действиями мы сможем победить эту проблему. А да, соответственно, должен включиться, как я полагаю, это и Роспотребнадзор, те же сотрудники внутренних дел, возможно, прокуратура. И общими усилиями, я думаю, сможем мы победить данное правонарушение. Когда мы работаем вкупе, у нас всегда все получается. Хочется верить, что проблема эта разрешится, что уже совсем скоро горы мусора исчезнут и не вырастут снова в каком-нибудь другом тихом и уютном поселке. Дмитрий Щетинин, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 20 февраля состоялось общее годовое собрание некоммерческого партнерства промышленники и предпринимателей Солнечногорского района. В нем участвовали глава района Александр Якунин и его заместители. Встреча носила ознакомительный характер. Промышленникам и предпринимателям представили новое руководство района. Чиновники рассказали о направлениях, которые они возглавляют. Помимо этого, на собрании широко обсуждался вопрос об экономическом развитии района. На собрании солнечногорских промышленников и предпринимателей были озвучены результаты исследований экономической привлекательности нашего района. Оказалось, что в Солнечногории практически отсутствуют благоприятные зоны для реализации на их территории инновационных проектов. И огромному моему сожалению, мы не нашли ни одной точки роста. Глава поставила задачу, что мы в Солнечногорском муниципальном районе должны создать несколько точек роста. Серьезных, понятных точек. Где именно будет реализовываться экономический потенциал района, определит генеральный план развития поселений. На собрании пояснили, пока он не принят. Но уже ясно, что территорий для реализации проектов не хватает. У муниципальных земель у нас в первом приближении осталось небольшое количество, а может быть и в минус ушли. Но дело не в этом. Земля-то все равно в районе, у нее есть собственник. Есть те люди, которые никуда и в мешке не унесут и должны участвовать в жизни района. Для удобства учета привлекательных с экономической точки зрения территорий местные власти уже разрабатывают инвестиционный паспорт района. Мы сейчас создаем инвестиционный паспорт района и есть колоссальный дефицит информации. Дефицит информации того, что в Солнечногорском муниципальном районе практически не осталось собственной земли. Вот почему я вам говорю нет точек роста. Мы сейчас, конечно, его создадим. И если у вас есть предприятие или там земли свободные, помещения, мы готовы его на нашем сайте, на паспорте выставить. Предполагается, что практически в каждом поселении будут предусмотрены так называемые точки развития. К каждому муниципальному образованию будут подходить индивидуально, учитывая экономический потенциал места и интересы самих жителей. На собрании пояснили, что в основном выделяют три направления развития района. Первая промышленно-производственная зона. Это будет делаться в основном для развития крупного бизнеса, то есть строительства производственных мощностей. Вторая логистическая транспортная система и третья, которую очень хочется создать в этом районе Смирновки, это агрохолдинг или сельскохозяйственная переработка. На собрании привели данные. Каждый день 30 с лишним тысяч высококвалифицированных специалистов из Солнечногорского района уезжают на работу в Москву. По мнению руководства районной администрации, появление промзон в Солнечногории должно благоприятно сказаться как на экономической составляющей района, так и на обеспечении рабочими местами жителей. Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 18 февраля глава района Александр Якунин с рабочей поездкой посетил городское поселение Поварова. В рамках поездки у него были запланированы встречи с населением и посещение нескольких объектов. Встреча главы района с жителями Поварова началась с награждения активистов городского поселения. Александр Якунин вручил им почетные грамоты и букеты цветов. От приятного перешли к делам. Глава рассказал Поваровцам о предстоящем строительстве важных объектов в поселении. Как вы знаете, сейчас в 2015 году здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас уже в программу мы вошли. Выделяются сейчас деньги первые на проектирование. Там 10 или 12 миллионов рублей. Начнем сейчас это проектировать. И в 2015 году у вас здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Там на 2700 квадратных метров. Сегодня как раз разговаривал еще по пожарному депо. Я знаю, что необходимо. Сейчас мы тоже входим в программу на 2015 год. Одна из острых проблем поселения Поварова связана с детскими дошкольными учреждениями. Давно назрел вопрос о передаче в муниципальную собственность здания бывшего детского сада номер 123, который находится в собственности ОАО РЖД. Сейчас мы написали в ОАО РЖД и школу мы будем выкупать. Детский сад. Детский сад, да. И детский сад будем выкупать. Сейчас ждем ответ от ОАО РЖД. И после выкупа начнем ее тогда восстанавливать. Проблемной для Поваровцев является и местная школа имени 8 марта. Она переполнена. Там давно не было качественного ремонта. Жители попросили главу района сделать к школе пристройку. На территории школы имени 8 марта есть территория, где можно расположить еще одно здание. Вполне территория предусматриваем. Председатель комитета по народному образованию сообщил жителям о более серьезных планах районного руководства. Мы вот сейчас с Александром Владимировичем дали наши пожелания в область, чтобы здесь построить школу в Поварове на 640 мест. Современную школу. В продолжении встречи жители Поварова обращались к главе района с личными просьбами. Помогите нам обходить. У вас просил. Там столица. До того дохода. Правное управление основное. Замельное другое. Юридическое третье. Все разные. Нет, я не могу с ними общий язык найти. Везде бумаги разные. Везде. Просто помочь. После встречи с жителями Александр Якунин осмотрел здание бывшего детского сада номер 123, которое районная администрация готова принять от РЖД. Сейчас это место служит предстоянищем асоциальных элементов. Здесь к главе обратились жильцы дома номер 7, в подвале которого находится молодежный клуб «Шанс». Люди пожаловались на шум и гамс в клубе. Дети, как правило, не занимаются младшие. Идут в основном уже подростки, взрослые такие, лет 16-17. Жильцы дома номер 7 уточнили, что молодежь собирается здесь в основном вечером и громко включает музыку. Глава пообещал взять под контроль эту ситуацию. В здании Поваровской администрации Александр Якунин подвел итоги своей поездки. Он еще раз обсудил рабочий момент из главы городского поселения Поварова Андреем Тихомировым и призвал его глубже вникать в проблемы населения. Мне прям вот так хочется еще раз сказать, что глава должен за все, я надеюсь, вы это делаете, за все переживать и не ждать, пока глава района что-то решит. А именно, если это школы, либо сады, либо здравоохранение, то есть если у вас что-то не получается, мы всегда вам поможем. Но прежде всего мы должны вот именно так работать. Екатерина Кузнецова, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Администрация Солнечногорского района объявила конкурс по определению мест для создания пешеходных зон в Солнечногорске. Как мы выяснили, это делается в целях формирования привлекательности облика города. Пешеходные улицы в Солнечногорске должны напоминать аналогичные места в других городах. Самый известный пример – Московский Арбат. На таких улицах не предусмотрено движение транспорта. Для создания пешеходных зон в Солнечногорске пока выбраны два места. Первое – Советская площадь от кинотеатра «Сенеж» до воинских мемориалов, а также улицы по периметру площади. Второе место – набережная озера «Сенеж», примыкающая к улицам Безверхова, Сенежская и Банковская. Солнечногорцам предложено поучаствовать в конкурсе, высказать свое видение того, как должны выглядеть пешеходные улицы. Идеи все равно должны помимо нас исходить также от граждан. На основании всего изложенного будет проведен конкурс, на основании которого будет выбрана лучшая концепция и представлено утверждение. Желающим участвовать в конкурсе по созданию пешеходных зон необходимо обосновать свой предлагаемый вариант как объект нового формирования облика города и придумать архитектурно-художественную концепцию пешеходной улицы в виде графического рисунка или макета. Возможно, какие-то скульптуры, возможно, какие-то памятники, возможно, какие-то ротонды, возможно, какие-то скамейки, возможно, замена уличного освещения на, соответственно, более красивый, не как бы в плане светового, а в плане визуального восприятия. То есть обычные бетонные фонари заменить на кованые. Мы поинтересовались у горожан, где, по их мнению, можно было бы создать пешеходные зоны и что они, прежде всего, хотят видеть на таких улицах. Я так думаю, что, скорее всего, должно быть рекенцо, в первую очередь. Бляжная зона. Велосипедные дорожки очень нужны в городе, потому что передвигаться на машине не всегда удобно, а велосипед, грубо говоря, сел и поехал, но проехать в нем практически невозможно. Ну, велосипедные дорожки тоже замечательно. Но самое главное, что в парке у нас нет места, где можно просто посидеть. Я сомневаюсь, что у нас удастся в городе сделать пешеходные улицы, учитывая то количество машин, которые сейчас у нас есть. Велосипедные дорожки, я думаю, можно сделать в парке. Там для этого есть все условия. У нас уже такие дорожки нет, что, честно говоря, очень плохо. И центр есть, видите, как вы сами видите, есть машина, и пешеходных зон практически нет. Поэтому нужно побольше расширять хотя бы в центре города пешеходные зоны. Велосипедная дорожка, если от нового реки НСО как-нибудь сделать до озера, было бы замечательно. А вот что думают о наличии велодорожек и пешеходных зонах архитекторы и представители правопорядка. Велодорожки – это как часть линейного объекта, одна из полос, в принципе, возможно предусмотреть в концепции. Если, опять же, повторюсь, жители выступят с такой идеей, предусмотреть в проекте благоустройство, который будет включаться в концепцию велодорожки, не составит никакого труда. У нас, конечно же, тоже пока еще такого нету, но этот вопрос тоже будем поднимать, в том числе и на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации района. Движение авто- и мототранспорта в пешеходных зонах, согласно закону, запрещено. Екатерина Фокищева, Дмитрий Маракасов, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение. Конкурсные работы по созданию пешеходных зон города принимаются до 28 февраля 2014 года. По адресу город Солнечногорск, улица Красная, дом 120, районное управление архитектуры и градостроительства. 23 февраля – День защитника Отечества. В Солнечногорске уже проходят мероприятия, посвященные празднику. Подробнее о некоторых из них в нашем репортаже. 20 февраля в Спасской церкви состоялась ежегодная встреча священнослужителей и представителей силовых структур района, посвященная Дню защитника Отечества. В ней принял участие глава Солнечногорского района Александр Якунин. Уже в течение 10 лет на таких встречах священнослужители, представители вооруженных сил и правоохранительных органов подводят итоги и обсуждают планы дальнейшей совместной работы. Заключаются некие планы работы на год, которые потом в течение года священниками, которые имеют взаимоотношения, которые имеют послушание такое, кормлять ту или иную воинскую часть или на силовую структуру, с ними воплощать это в жизнь. В этом году встречу было решено провести накануне Дня защитника Отечества. Священнослужители поздравили тех, кто с честью исполняет свой священный долг. Людям, тем, которые несут службу, которые охраняют наш мирный сон, которые свою жизнь посвящают этому, они прежде всего должны всегда помнить, что исполняют заповедь Христа, который сказал, что кто нет больше любви, кто душу свою положит за ближних своих. Глава района Александр Якунин поблагодарил участников мероприятия за проделанную совместную работу и поздравил всех присутствующих мужчин с наступающим праздником. Дай Бог здесь всем присутствующим, не знаю, там всего-всего-всего самого любви, самое главное, и чтобы каждый слушал свою душу на этом. А 21 февраля на Советской площади состоялось торжественное возложение цветов и венков к памятнику воинам-освободителям Солнечногорска в годы Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали ветераны, представители местных властей, общественных организаций, молодежь и школьники. Почетный караул произвел оружейный салют в память о погибших защитниках Отечества. Татьяна Бауэр, Владимир Киселев, Екатерина Кузнецова, Евгений Корнилов. Солнечногорское телевидение. Информационная программа «Наше время». Это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте Тройное WSOMTV.ru Телефон нашей редакции 64-65-95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по вторникам, средам и пятницам в 19.30, с повтором в среду и четверг в 14.00 и в субботу в 9.30. Кроме того, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30 и в понедельник в 14.00 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Впереди вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь с вами и желаю всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин